И снова здравствуйте, это Укрлайф ТВ, и мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка «Етьман» и медицинский центр «Призма». А с нами на связи Павел Лакичук, которого мы очень рады видеть. Я хочу напомнить, что он руководитель безопасностных программ в Центре глобалистики «Стратегия-21». Павел, доброе утро. Спасибо большое, что нашли время для нас. Слава Украине. Очень рад вас видеть. Героям слава. Спасибо, Павел. Если позволите, то давайте начнем говорить о ситуации на фронте. Вот из того, что читаем последние дни, я так понимаю, под Авдеевкой горячо. Вот если можно, что происходит и почему? Просматриваются ли уже какие планы, для чего все это делается противникам? Ну, если начинать, то надо начинать с того, что наши военные с начала лета проводят наступательную операцию, на юге нашей страны, на запорожском направлении. Отчасти это касается и Бердянского, но основное, в принципе, это как минимум два направления ударов на Запорожье. Раздвижение медленное, но упорное. И факт в том, что россияне знали об этом, мы анонсировали очень активно весняный наступ, и они готовились. Готовились не только создавая линию укреплений, ту самую так называемую линию Суровикина на юге, но и понимая, что просто так не удержать этот район, там сложная логистика, длинное плечо логистическое, они основным способом сдерживания избрали перемещение центра тяжести, перемещение центра внимания всей войны на другой театр. И таким театром является Восточный театр. Восточный театр, где у противника короткое логистическое плечо, разметвленная сеть, дорожная сеть тыловая, мощные резервы практически рядом. Ну вот они начали тогда же, где-то в середине лета, формирование группировки большой силы на Купянском, так называемом, направлении. Это Купянск, Лиман, Кременная, вот на этом кусочке. И более того, дважды мы уже видели попытки мощного наступления противника с той стороны. Наши военные тоже предвидели такой ход событий, поэтому эти удары сдерживались, оккупировались с большими потерями для противника. Россияне проведут наступление, их разобьют, они выводят на перегруппировку, заводят новую армию. С ней то же самое происходит. Ну вот сейчас третья волна там происходит. Но в этот раз российские генералы действовали более творчески. В чем замысел в случае успеха? В случае успеха противника, в чем замысел их удара с севера? Это выйти на оскол, прикрыть себе фланг и далее наносить удар на юг на нашу луганско-донецкую группировку. Вот всю. А на юге здесь есть еще одна горячая точка, которая постоянно, смотришь, таки горячая точка. Это участок от Марьинки, Марьинка, Авдеевка, Донецк. Такой, где все время достаточно жаркие бои. И если посмотреть вот этот северный удар, то с юга вполне для идеальной картинки необходим еще удар, разрезающий с юга. Это, очевидно, таким хорошим местом для этого есть направление с Марьинки, Авдеевки. И таким образом можно окружить луганско-донецкую группировку и практически достичь своих целей. Но это только замысел в стратегическом плане, в оперативном плане даже так я скажу. Он просматривается, он виден и нашему командованию, и в соответствующие меры предпринимается. Стратегически цель одна. Оттянуть максимум наших резервов, сковать резервы, вообще ликвидировать их как резервы, втянуть их в боевые действия на восточном направлении. Пока с такой целью противник не добивается. Что в тактическом плане, вот на Авдеевском выступе. Мы Авдеевский выступ говорим о нем. Потому что после боев 2022 года вокруг Авдеевки на коротком фронте образовался с нашей стороны, можно говорить, Авдеевский выступ, который упирается в глубину обороны противника. И представляет такой случай введения наступательных действий, такой хороший плосдам. С другой стороны, всегда палка о двух концах. С другой стороны, такие зигзаги линии фронта, они представляют опасность с точки зрения охвата противника. Ну, фактически, будем говорить о окружении. И примерно так сейчас враг действует. Он не направляет основные удары во фронт Авдеевской группировки, а двумя группами сил бьет с юга и с севера, пытаясь на тактическом уровне окружить наши силы в Авдеевке. И либо же под угрозой окружения заставить нас отойти, ну, оставить этот выступ. Сейчас наиболее опасно там движение северной группировки врага. Острие их удара направлено в направлении дороги, единственная дорога, у нас как бы на Бахмуте была одна единственная дорога, и на Авдеевке. Она вот с севера от Константиновки, с той стороны, фактически, перерезав эту линию коммуникации, критически может быть ослаблена наша логистика. Это и боеприпасы, это и раненые, и все прочие моменты жизнедеятельности, как человеческой, так и военного организма, который работает в Авдеевке. В основном, ну, пока эту лавину, как авдеевский мэр сказал, тараканию свору, лежит как тараканы, но наши хлопцы сдерживают. Павел, я правильно понимаю, что там сконцентрировано большое количество войск, и если на север посмотреть, Купинско-Лиманское направление, и вот здесь вот, то в общей сложности, я так понимаю, там где-то больше ста тысяч, или может быть, даже еще больше. Только на Купинско-Лиманском направлении больше ста тысяч. А если брать и Авдеевско-Бахмутское, то еще столько же. Собственно говоря, очень много, но и на юге не меньше. Всего получается группировка сил, которая там противостоит, порядка четырех ста тысяч. Павел, как вы считаете, повлияет вот то, что происходит сейчас, простите, пожалуйста, на Купинско-Лиманском направлении, вот вокруг Авдеевки, в целом на украинское наступление, потому что очень много людей прямо сильно переживают. Означает ли то, что противник стал активно атаковать, что мы прекращаем наше наступление и переходим в какую-то оборону? Как это выглядит вот из того, что мне приходилось слышать, если можно, вот нашим зрителям расскажите, пожалуйста. Все зависит от того, сможет ли враг перехватить инициативу. Это в данном случае, можно сказать, это борьба за инициативу. Кто владеет инициативой, тот диктует характер боевых действий. Но это вторая, это борьба за резервы. Фактически, начиная вот это наступление на востоке, русские вбрасывают свои стратегические резервы, которые могут перемолоться. Со своей стороны они выманивают нас тоже для защиты, для обороны, перебросят на это направление наши резервы, те стратегические резервы, которые держат для развития наступления, в частности, на юге. И не только. Но пока этого своей цели противник не достиг. Хотя, конечно, ситуация очень тяжелая, и не исключено, что нам придется задействовать те резервы сил, которые мы имеем на восточном направлении. Тогда наступление на юге будет приостановлено. Это и как людских резервов касается, так и материальных резервов, потому что боеприпасы это тоже важный такой фактор. И расход боеприпасов определяет темпы наступления, темпы и вообще интенсивность ведения боевых действий. Павел, может этот вопрос покажется вам странным, но тем не менее он тоже активно обсуждается в социальных сетях, насколько есть угроза Харькову. Пока удается купировать купянско-лиманское направление, то угрозы Харькову таковы нет. Возможно, если враг россияне достигнут своих целей, вот выйдя на оскол, тогда да, кроме, ну тут и как по Авдеевскому направлению, по Авдеевскому направлению можно говорить, что противник имеет замысл удар на северо-запад, но с другой стороны вполне возможно удар на юго-запад с целью Угледарский наш выступ обрезать. Тоже тактически возможно. Так и купянско-лиманское направление. Очевидно, движение противника с целью продвинуться на юг, но в любой момент можно переиграть, грубо говоря, и двинуть на Купянск. Если Купянск Купянск-Узловой будут взяты, то можно двинуть и на север. Тогда это будет составить угрозу для Харьковской агломерации. Я уверен, что Харьков штурмовать не будут. Точнее, до этого не дойдет. Достаточно мощные у нас силы, но если эта группировка противника развернется, будет иметь успех, во-первых, и развернется на север, то линия фронта к Харькову может приблизиться. Павел, вот в прошлом году, приблизительно в это время, может, немножко позже, мы стали говорить о том, что Россия может перейти в наступление, перехватить инициативу. Вот сейчас мы тоже возвращаемся так или иначе к теме сохранения инициативы за вооруженными силами Украины. Как вы понимаете, насколько ближайшие месяцы, ну скажем, месяц или там, ну даже месяц, наверное, будут определяющими и важными, учитывая ту активность, с которой противник наступает, потому что, ну вот даже то, что вы сейчас описываете, показывает, что активность идет практически по всем фронтам. Ну кто кого переломит. Да. Мы тоже свою активность не снижали. Если сейчас больше внимания приковано к востоку, это только потому, что там противник, враг действует очень жестко и это составляет угрозу. На юге продвижение наших сил несколько приостановилось, приостановилось, приостановили. Где фланговыми опять же ударами, где ударами в лоб, но это не значит, что наступательное действие мы прекратили. И если мы будем иметь успех, например, на юге, мы прорвем оборону, то русским будет не до... Если посыпется их оборона на юге, им будет не до востока. Если у... А до севера? Ну... Будет общая какая-то линия или не факт? Или север остается такой горячей точкой по-прежнему, даже если у нас успех на юге? Все меняется каждый день, каждую неделю. Если в течение, ну, как в предыдущей армии, которую перебросили на Купианское направление, сбройные силы, вооруженные силы Украины расправиться с той же скоростью, то даже без успеха на юге у них не будет сил для наступления. Сейчас на отдельных участках, где противник атакует, но где-то преимущества у них численные, преимущества два к одному. этого явно недостаточно для такого серьезного наступления. Но для того, чтобы измачалить наши силы обороны, этого вполне достаточно. То, что не то же самое на Маринском направлении, на Авдеевском направлении, там враг сконцентрировал и по артиллерийским запасам и по людским резервам значительно больше. Но это за счет того, что наступление там ведется на тактическом уровне, на узком участке фронта. Чем уже участок фронта, тем больше можно сконцентрировать силы и средства. Так что я не верю в стратегический успех российской армии, но проблем они создать нам могут. Эти проблемы отчасти уже отражаются на характере действий ЗСУ на Юге. Павел, наверное, неделю назад Институт изучения войны написал достаточно странную информацию о том, что враг снова начинает минировать уже, ставить новые минные поля и выглядит так, что уже даже там, где мы прошли, то есть они возвращаются и снова это делают. Но вот может быть я что-то неправильно поняла, может быть какая-то была неправильная информация, но неправильно воспринята. Действительно ли это так? Потому что мы же так переживали, когда же мы уже, господи, наши пройдут эти минные поля, а получается, что ни конца, ни края не будет. это совсем не те минные поля, которые они ставили вручную. Когда они ставили вручную, это были даже, я не знаю, как это, минные поля, минные джунгли, постановка была хаотичная, без всякой логики или наоборот логика, каждая постановка была своя, не связанная с другими. По несколько мин могли в связке быть противотанковых, с противопехотными минами, там вообще сложно объяснять. и как это распутать, развалить, разбить, деминизировать, я вообще не представляю себе, но тем не менее как-то с этим справились. Сейчас на многих участках противник пытается использовать во-первых принципы дистанционного минирования, то есть когда в тылы своему врагу забрасываются либо реактивными системами залпового огня, либо другими средствами разбрасываются минные вознаграждения, они тоже представляют серьезную опасность, но это уже не совсем не то минирование, которое нам удалось пройти. Второй момент, иногда не совсем правильно комментаторы объясняют ситуацию. Перед первой имени обороны противника там фактически было сплошное минное поле, а сейчас проходя первый рубеж, там врагу нужны были свои же коридоры, в минных заграждениях, через которые они сами должны были двигаться. Ну и сейчас по мере того, как мы сдвигаем их оборону, они пытаются эти коридоры закрыть, то есть производится дополнительное минирование поточных линий обороны, где-то в тылах минирование, инженерное дополнительное оборудование тыловых позиций осуществляется, то есть наступление идет достаточно медленно, что позволяет врагу не только обороняться, но и готовить линии обороны на направлениях продвижения наших войск. если это было быстро, они просто бы не успели это реализовать, но к сожалению, характер поля боя, характер противостояния нам не дает другого выху. Еще раз, у нас нет авиации, достаточное количество для прикрытия поля боя, для тех бронированных кулаку, у нас недостаточно артиллерийских систем, но используется единственная возможная тактика, которая, точнее, единственная возможная тактика, которая ведет к уменьшению потерь. Павел, вот британская разведка сделала сегодня важное заявление, особенно на фоне того, что случилось на Ближнем Востоке, к этому мы еще обязательно вернемся, британская военная разведка предполагает, что три недели затишья от массированных ракетных ударов по Украине связаны с тем, что военно-воздушные силы ждут новых ракет и накапливают их. Вот как бы вы это прокомментировали? Ну, я не знаю. Во-первых, дроновые атаки продолжаются. Дроновые атаки продолжаются по стратегическим выбранным противникам цели. Собственно говоря, это и по югу нашей страны, и по портовой инфраструктуре, и по критической инфраструктуре в других регионах Украины, в Центральной Украине. То есть, те же цели, которые решались ракетными ударами, ракетно-дроновыми, они продолжают реализовываться. Дроновые удары. Ну, на прифронтовых участках ракетные обстрелы, какие были, такие, остались. Более того, авиационные обстрелы еще. Авиационных ударов стало больше. Это очевидно. И то, что нет обстрелов крылатыми ракетами с самолетами в стратегической авиации или с акватории Черного моря, ну, оно может быть обусловлено целым рядом причин, хотя бы рассосредоточением сил флота черноморского. Это надо заходить обратно в Севастополь, там становиться в арсенал, загружать ракеты. Это сейчас затруднено, несколько затруднено, так скажем. И даже по данным нашей разведки часть ракетоносителей на боевом дежурстве сейчас без крылатых ракет. Такой интересный фактор. Что касается самолетов стратегической авиации, ну, активность их продолжается, судя по радиообмену, противник работает, противник проводит и тренировки, ну, многие из них могут быть такими подготовительным этапом или начальным этапом для ракетного удара по Украине. Так что говорить о том, что на какой-то промежуток времени нам можно успокоиться и не ждать очередных обстрелов, ну, хотелось бы, но я такой надежды не имею. Ну, и теперь, если позволите, перейдем к ситуации на Ближнем Востоке. Остин и Пентагон заявили, что у Америки достаточно силы, оружия, чтобы одновременно поддерживать и Украину, и Израиль. Это звучит как хорошая новость. И вот непонятно, насколько хорошая новость это объединение в единый пакет помощи и финансирования Украины и Израиля. Как бы, с одной стороны, выглядит вроде новость хорошая, потому что, учитывая, что Израиль давний стратегический союзник Америки, а у Украины ведь нет такого статуса, прямо скажем, но тем не менее эта помощь объединяется. Но насколько с точки зрения реальности это для нас удобно и выгодно, потому что, условно говоря, чтобы не получилось так, что основное оружие или снаряды и все прочее пойдет в рамках, скажем, стратегического договора с Израилем. Я понимаю, что этот вопрос странно может быть звучит, но тем не менее, как вы это просто оцениваете, как специалист в вопросах безопасности? Ну, очевидно, что там не будет все идти одной суммой. Затраты на Украину, затраты на Израиль и затраты на стену. И там еще хотят и стену с мексиканцами туда в этот же пакет включить. Ну, с моей точки зрения, это хорошая новость, потому что плохие новости были тут, так скажем. Когда Конгресс начал блокировать помощь Украине, ситуация там, конечно, была очень гадкая. Ну, почему была? Она еще и до сих пор есть. Небольшая группа конгрессменов просто смогла заблокировать работу Конгресса в этом направлении. Ну, и в Белом доме тоже в начале, как по мне, они смотрели на это довольно спокойно, считая, что это не является критической проблемой. Тем не менее, оказалось, что все достаточно серьезно. И поэтому как эта инициатива по последним сообщениям Байден этот законопроект внесет в Конгрессу на следующей неделе, как эта инициатива Белого дома по объединению вот помощи в Украине, Израиле и тех мероприятий по борьбе с мигрантами в Штатах в единый такой блок, ну, должны сковать, так скажем, действия этой вот деструктивной, с нашей точки зрения, группы республиканцев, потому что у них не останется другого выхода. Если вы хотите поддерживать, а они поддерживают помощь Израилю, вы хотите строить стену на границе с Мексикой, грубо говоря, то давайте вместе с этим профинансируем и поддержку Украины. Это плюс. Второй момент, который, ну, с одной стороны настораживает, а с другой стороны, видимо, это плюсовое, это то, что ряд конгрессменов и сенаторов выступили с инициативой о том, что пакет поддержки Украины должен быть не вот такой, как прежде, подавались на три месяца, по 5-6 миллиардов, а сразу на большую сумму и на большой срок как минимум до конца каденции, президентской каденции нынешней администрации, а в лучшем варианте, таком наиболее классном, это на доконавируем и еще до конца нынешней каденции еще настолько же. Это было бы очень хорошо, такая себе гарантия от внутриполитических вот этих катаклизмов, которые происходят в законодательных и не только в законодательных органах США и связаны с предстоящими и уже начавшимися выборами президента, президентскими выборами в Соединенном Штабе. Павел, считаете ли вы, что ситуация и война, которая разгорелась на Ближнем Востоке, это не просто вот та ситуация, которая сложилась на Ближнем Востоке за долгие десятилетия, а это часть, условно говоря, какой-то большой игры вот этой оси, которую составляет Россия, Иран, Северная Корея, возможно, стоящий за ними Китай, наблюдающий, насколько наблюдающий, насколько стоящий, пока не ясно, но я думаю, что тоже прояснится, и считаете ли вы, что, ну, насколько вы считаете, что вообще это какие-то целостные взаимосвязанные процессы, а если они взаимосвязанные процессы, то, наверное, должен быть какой-то следующий шаг, и вот какой следующий шаг может быть, это тоже вот как бы вопрос, вот, ну, говоря об этом, хочу сказать, что американцы эвакуируют своих граждан из Ливана, сегодня была информация, что эвакуируют из Израиля, вот, наверное, это тоже о чем-то говорит, наверное, это говорит о том, что будет определенная эскалация, и Израиль дал сутки мирным жителям покинуть газу, и я так понимаю, что, наверное, будут входить уже просто в качестве наземной операции. Ну, я не специалист по ближнему воспроторку, но я военный эксперт, нужно так сказать, и, знаете, для меня достаточно таким промоустым свидетельством есть то, что авианосная группа Форда, многоцелевого авианосца, которая в составе 6-го флота пребывала в Средиземном море, переместилась ближе к берегам Израиля. Совсем недавно они гуляли возле Турции, вот сейчас уже под Израилем. Павел, но флот это же ваше, это же ваше, вот зачем он там, да, что там. Когда это одна АМГ, это нормальная ситуация, в принципе, ситуация напряженности, но нормальная в Средиземном море. Но когда из Америки выдвигается вторая, а уже пошел Лизенхауэр со своим крылом, со своим эскортом, это свидетельствует о серьезной напряженности на театре. И такие действия могут осуществляться в случае либо ожидаемой войны, которая может произойти, а которая может не произойти, либо подготовки к военным действиям. То есть это уже весьма серьезно. с точки зрения противостояния, которое сейчас намечается, очевидно, вот в тактическом, в краткосрочном плане израильтяне будут защищать сектор газа. Я, конечно, с трудом представляю, как это будет происходить. газа это самый густонаселенный регион не только в Израиле, вообще, по-моему, на Ближнем Востоке. И с такой плотностью населения что там будут делать, очень сложно предугадать и очень сложно предугадать соответствующую реакцию ближневосточных соседей Израиля. Частью сил армия обороны Израиля уже осуществляет сдерживающие действия на севере против Хизболы. И там уже очевидны артиллерийские перестрелки. Одни говорят про обстрелы Хизболой, другие говорят об упреждающих ударах армии обороны армии израильской. Но очевидно, что там тоже не все спокойно, несмотря на то, что лидер Хизболы уверял ливанское руководство в том, что Хизболу в конфликт не втянется. Все весьма плохую сторону развивается и мы будем надеяться что этот кровавый конфликт будет разрешен довольно быстро и сравнительно малой крови. Потому что если будет так, как мне кажется задумывали его инициаторы втянуть арабские государства в очередное противостояние. арабо-израильское противостояние, то действительно предсказания некоторых политологов о том, что якобы третья мировая война уже началась близки к правде, так скажем. Павел, если отбросить сейчас мысли о третьей мировой войне, то вот вы как человек, который уж точно прекрасно разбирается во всех морских я даже не знаю неправильно сказать вещах, но просто вы здесь профессионал, вот эти корабли военные, морские, американские, они вот которые заходят в этот регион, какова их цель? Они же, американцы сказали, что они в войну вступать не будут, да, но а что тогда просто показать, что они здесь, что они есть, или в случае, тогда они вступают в войну, и насколько страны вот ближневосточного региона, насколько они в целом готовы к противостоянию с американцами, вот это же тоже как бы интересный момент, или американцы ни в коем случае, не вступят в эту войну, вот как это сейчас выглядит с точки зрения заявлений и обязательств сторон? Они в нашу войну ни в коем случае не вступят, а там совсем другая ситуация. Дело в том, что в общем действия американских авианосных групп и их концепция применения это стабилизационные действия, то есть в случае конфликта разгораемого американцев просто могут сделать закрытую бесполетную зону на каком-то регионе. Фактически это как такой зонтик, знаете, точнее, опрыскиватель из пожарной системы, хоп, и всех опрыскивателей. и у нас они ее не могут сделать, потому что Украина воюет с ядерной державой. И когда мы просили наших партнеров, европейцев, американцев закрыть небо над Украиной и все, больше ничего от них не просили, нам сказали, что к сожалению это невозможно. Арабские государства они сильны, но они не ядерные государства, не та сила, которая может противостоять диктату, можно так сказать, Соединенных Штатов. Американцы могут погасить пожалуй любой другой конфликт в европейской зоне своими силами и средствами. российской оккупации Украины. Павел, вот если себе представить, что американцы, если учесть всю эскалацию, которая происходит, о которой мы сегодня говорим, вот если американцы быстро погасят этот конфликт вместе с Израилем, конечно, и покажут свою силу, это, наверное, будет одна ситуация, которая как-то, наверное, мне почему-то кажется, что даже не просто косвенно, а прямо повлияет на то, что будет происходить в войне России против Украины. Но почему-то у меня есть какое-то такое ощущение. Если вдруг они не смогут погасить, это приведет к какому-то длительному затяжному конфликту. Я правильно понимаю, что это проблема и для американцев, и для системы безопасности в целом коллективной, вот, и, ну, даже, наверное, и для какой-то европейской безопасности, потому что тогда складывается очень сложная ситуация, и придется говорить, там, я не знаю, вступление в войну, условно говоря, там, блока НАТО и дальше, и дальше, да. И насколько вот этот конфликт может привести к еще большей вот такой вот разбалансировке мира, когда, повторюсь, там, Иран, Россия, Северная Корея, которые начнут трясти своими ядерными ракетами, насколько это может вообще все вот привести к какому-то хаосу. То есть, насколько быстрое завершение этой операции, это вызов, такой челлендж для самих американцев? Ну, не только для американцев, это, наверное, для международного сообщества все это очень важно. Кстати, Ближний Восток, он не так далек от нас, до Алеппо, до Сирии ближе, чем до условного Ульяновска. Когда вы так говорите, то впервые возникает такое ощущение, да, близости. Надо просто посмотреть по карте, и это очень рядом, это практически это наша, это часть европейской безопасности. И для европейских стран это важно вдвойне. В стратегическом, в глобальном плане, вот то, что происходит сейчас в арабо-израильском конфликте, это продолжение той стратегии, российской стратегии разрушения всех систем, всех принципов международного права, международной безопасности, которые были сформированы. Вот войной в Украине россияне, это не только, начиная с войны в Грузии, ну а последние 10 лет и 2 года в частности, россияне все, что могут, тушат, доказывают о том, что международного права нету, фактически. Они по каждому пункту проходятся, демонстрируют, это вот не играет, это вот тоже не играет, это не играет, зачеркиваем, вычеркиваем, вычеркиваем. Организация объединенных наций превращается просто в такую себе говорильню с непонятными функциями, потому что кто-то может просто игнорировать это. Сейчас палестинцы и израильтяне это тоже горячие парни из Вигути, которые обе стороны в стратегическом плане, они никогда сильно на международное право или сильно его не чтили. И тому целый ряд примеров, начиная от ядерной программы Израиля, которая якобы не существует, все знают, что она есть, это такое посягательство на вот принцип нераспространения невероятный. В принципе, по большому счету это слом его. А сейчас то, что будет происходить, вполне возможно, будет тоже удар по международному гуманитарному праву. Израильтяне заявили вчера о том, что в принципе они будут игнорировать все международные законодательства с точки зрения международного гуманитарного права. и возможно для войны с терроризмом это и для Израиля это хорошо. Хорошо это может быть не совсем правильное слово. Неизбежно, наверное. это нужно, да, сейчас необходимо. Но для международного права это очередной удар, не просто поддых, ну, давайте говорить, удар ножом. Потому что чем дальше мы продвигаемся с каждым годом, тем меньше работают те принципы, на которых мы строили все существование государства. каждый следующий не игрок, боец, выходящий на сцену, он действует все больше без правил. Система международной безопасности, она просто разваливается. Точнее ее разваливают. Павел, спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Мы очень ему благодарны, как всегда. Спасибо большое. Всего хорошего вам, вашим подписчикам. Спасибо. Лайковые комментарии. Спасибо большое. Павел Акичук был сегодня с нами на связи, за что мы ему страшно признательны. Конечно, благодарны вам, наши спонсоры на платформе Патреум. Сдавайтесь. субтитры подогнал «Симон» «Симон»